Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встречаюсь с молодым человеком, мусульманином, уже почти год. То он строит планы на будущее, вроде там есть я или мне так кажется. Я вот открою своё дело, будешь со мной мне помогать. Или я хочу купить дом, завести животных, будешь со мной. Ну, предполагается, что это прямая речь. Может, конечно, он не строит планы жить со мной, а просто использует, так как я русская и мы в России. Как это связано, не очень понятно. Также он в какой-то момент вызвал меня женой и говорил, что он мой муж. Когда мы одни, он обнимает меня, целует всё остальное. Обязательно при встрече поставят засос, как метко. Сегодня сказала, может, не учиться на мастер-мышской депиляции, что он думает по этому поводу, не прошло. Минуты, как он написал, нет, нельзя. Мне с ним очень хорошо, ему тоже. Всего слов. Он говорит, что меня любят. Сказал на своём языке слово. Я сказал, что не поняла, и его ответ. Вот приедем домой, моя мама спросит, что отвечает так. Сразу вопроса и ответа он сказал на своём языке. Вроде как и планы строит о жизни со мной, и таких моментов много. Оль много работает, ведёмся редко, но переписываемся каждый день и говорит по видеосвязи или аудио. Приехал его старший брат. Переписываться продолжаем, разговаривать тоже. И встречаемся. Но изменения произошли. Если раньше шли по улице рядом и могли зайти в магазин вместе, теперь нет. Встречаемся только когда им, где нас никто не увидит. Тогда он обнимает и всё как раньше. И пишет и говорит, что скучает и любит. Но по улице идём на расстояние. Или он немного впереди. На моих словах «Хочу рядом» его ответ нельзя увидеть. Расскажет брату, будет плохо. Нельзя с девушкой. Я не понимаю его. Почему нельзя? Что в этом страшного? Что его брат может ему сделать? Такие моменты, чувства, что я ему не нужна. Он меня стесняется. Объясните, почему он так себя ведёт? Дело в том, что анонимно, что при всём желании объяснить вам, почему он так себя ведёт, мы не сможем. Разные культуры, разный менталитет. Плюс ещё есть очень важный момент. Он связан с тем, что мы не обсуждаем третьих лиц. Понимаете, даже на вашу фразу, что он может вас использовать, даже на эту фразу, мы не можем ничего сказать. В смысле, он может вас использовать, а может и нет. Но дело не в этом. Как ни парадоксально, но дело не в том, может он вас использовать или нет. Дело немножко в другом. Дело в том, что вы чувствуете свою ненужность. Вот это серьёзная проблема. Дело в том, что вы ощущаете свою ненужность и ему. Что говорит о том, что на себя вы сами полагаетесь не очень хорошо. На мой взгляд, на мой взгляд, в этом и заключается основная проблема. Именно в этом, а не в том, что он себя ведёт так или иначе. Доходит до того, что вы его разрешение спрашиваете относительно того, кем он работает. Может быть, для его культуры это нормально, может быть, это нормально для вас, но всё же вы помещаете себя таким образом в зависимость. В зависимости от него. И это серьёзная проблема. Это серьёзная проблема в смысле того, что вы становитесь несамостоятельными. А может быть, вы и были несамостоятельными, кто знает. Тем не менее, решать этот вопрос нужно. И достигается это путём поднятия основательной оценки, развития любви к себе, выработки личных границ и так далее. Сейчас этого у вас нет, судя по тому, что я вижу. Когда вы говорите, что человек строит на вас планы, у меня есть чёткое ощущение, что у вас у самой планов на себя как будто бы нет. Все планы как будто бы зависят от него. Понимаете? И это, на мой взгляд, серьёзная проблема. И именно на это, как мне кажется, вам нужно обратить своё внимание, а не искать объяснение его поведения. Вы тревожитесь, потому что не понимаете чего-то. И вообще-то это нормально. Вместе того, что у каждого человека есть, ну, своя модель поведения. У каждого человека есть своя мотивация, свои цели, свои приоритеты. У каждого человека это есть. Есть это и у вашего молодого человека. А что же это представляет собой у вас? Знаете ли вы, что это представляет собой у вас? Вот на что вам нужно обратить своё внимание. Понимаете? На App. Если вы сможете это сделать, то значение того, как ведёт себя человек, станет гораздо меньше. И вне зависимости от того, что и почему он делает, вы будете предлагать свою модель линии поведения, которую он либо примет, либо нет. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.